Попадание из 16, 52% реализации общих. Майкл Джордан 6 очков за 24 минуты. Пребывание на площадке. Последние три встречи с Вашингтон Лизардс Лейкерс выиграл. Ларри Хьюз, Кристиан Лейтнер. Вместе с Майклом Джорданом и Куоми Брауном. Два очка. Чем-то внешне на Джермейна Унила похож Куоми Браун. После обманных пируетов Кристиан Лейтнер, Тайрон Лью находит. И дальше на Куоми Брауна. Стас Магведенко готов обороняться. И Тайрон Лью. Тайрон Лью, который в свой момент, когда он около 10 минут, не давал. Вот. Одну новостишку вам уже рассказал. Мы продолжаем. 7.30 до окончания второго. На табло. Куоми Браун против Станислава Медведенко. Промахивается. В какой-то степени это говорит, конечно же, об уровне команд. Команд. Но с другой Иоару в 83-м закончил играть. После того, как уехал в Италию, где он родился, собственно. Роберт Тори. Почему бы не глянуть, собственно, играет ли Алин Айверсон. Должен появиться, по крайней мере, был он на площадке. Вот в разблитовке последних минут его не видно. Хотя нет, подождите. 31 минуту он провел на площадке. Из 17 бросков 8 попал. Но 11 у Майкла Джордана. 9 у Ларри Хьюса. Выходит на замену сейчас в Вашингтоне. Ох, неплохо как. Все было исполнено. Промах один, промах второй и полы. Коми Браун, наверное, нарушил бы сейчас. Косомаки Уокер прерывает проход Брауна на линии штрафных. Существляется пионером. И вновь обратите внимание, как свой щит контролируют Вашингтонцы. С Вашингтонцем Брайан Рассел получает заслон от Коми Брауна. И даже в таком варианте, на весном передаче, мяч все-таки находит форварда. Задержался. Вот посмотрите еще раз. Хорошую паузу держит Рассел. Сохраняет атаку своей команде. Джерри Стокхаус на Коми Брауна. Тот не готов к приему передачи. Ему нужен был дополнительный Вашингтон. На чужой половине поля. Стас Медведенко много опаздывает. Опаздывает на сей раз уже Коми Брауну. Коми Брауна. Хотя на самом деле он остается-то со своим нападающим, с Кристианом Лейтнером. А вот с Коми Брауном. Медведенко против Коми Брауна. Это может печально закончиться для хозяев площадки против Коми Брауна. Две пятерки друг против друга. И... На Брауна Шо. И вновь отпускает этого малыша. 84-88 всего лишь Чиге. Секунды на 8-10 ее завершают. И... Коби Брауна. Выходит в лидеры по набранным очкам. Джордан бросит мяч. Плюс. Сам проходит под кольцо. И решает проблему завершения атаки. Переквишерский вниз под Брауна Рассела. Затяжной бросок с зависанием в воздухе. Плюс 2. 27 у Коби Брауна. Набранных очков. Не точно. Коми Браун. Играл буквально в корпус. Очень прямолинейно. Промахивается Браун. Брайант. А Шидриблинг в эти последние минуты. Каус. Нет, не стак Кауса. А все-таки Коми Брауна. Убрали легкий состав выбирать. Проход бокса под кольцо. И фол Майкл Джордану. Очень много зависит от этого броска. И он его выполняет точно. 93-94. И как следствие победа НЭЦ над Клиперс. 106-90 позже. О них вы узнаете. Игра продолжается. Потеря мяча калифорнийцами. После двух штрафных заброшенных Джерри Стокхаусом. Майкл Джордан промахивается. Промахивается Джордан. Он попадает. Вторую попытку. Ну и вот теперь. Задача практически неразрешимая. Четыре очка ликвидировать за... Беру свои слова обратно. Минус одно. После попадания Брайана Шоа. И даже до трехочковой дуги Брайан Шоа. За счет прыжка. Дотянул. А вот Джордан опять промахивает. Каждый из них. Роберт Тори. Да. Да. Он делает это. Опять Роберт Тори. Я говорил вам, что нельзя. Нельзя играть в такие игры с Лос-Анджелес Лейкерс. Бог мой. Фантастика. Вот это же Лейкерс. И вспомните. Именно Роберт Тори. Совершает вот такое фантастическое попадание против Нью-Джерси Нэдс. Гол. Гол. Да. Засчитывает этот бросок. Фантастика. Как много можно успеть. Можно отдать передачу из аута. Показать. Поставить заслон. Отдать из рук руки. Проход через Токауса. И слэмданк. Вот этот вот бросок войдет в десятку. Подсказка для тех, кто хочет выиграть у нас приз. Но как здорово же было сыграно. Просто великолепно. Да, Коллинз. Мудрейший человек, а? Не торопясь. Не спеша. Шаг. Второй. И для надежности. Просто сверху. Ни одного защитника. Никто не подстраховывает. Матч уже для Калиборницев закончился. Брайан Шо смотрит. Коби Брайан тоже открыл рот и разглядывает. А. Арбитры повтор востребовали. Это новое введение в правило. Повтор при спорных ситуациях. Особенно во время таких решающих бросков. Поэтому была такая пауза. Нет, прошу прощения. О последних секундах идет речь. Что же произошло? Все говорят, ждали, что я буду бросать. Он рассказывает.